Всем привет! С вами снова проект «За порогом» и мы продолжаем путешествовать по потрясающему Нижнему Новгороду в компании Салины Гребешковой. Алена, ну давай, рассказывай, что ты нам сегодня приготовила. Нижний Новгород, как я уже говорила, это не только Кремль и исторические места, но есть различные такие небольшие достопримечательности, о которых многие туристы не знают. И я планирую показать тебе эти места и районы даже целые, куда не ступала нога многих туристов. Пошли, ступим! Центр города, он, конечно же, интересен историческими домами, которых здесь множество. Это и какие-то прям шикарные купеческие дома, и деревянное зодчество, которого в Нижнем Новгороде тоже очень много. И Нижний Новгород, если говорить в целом, нужно ставить цель, зачем ты сюда едешь, гулять по местам съемок жмурок, либо интересуют тебя современные искусства, либо ты любишь Болгу и наблюдать за ее большими просторами, либо же тебя интересуют народные промыслы, которых в Нижегородской области тоже очень много, и они сохранились, и их вписывают в современные какие-то вещи, изделия. Либо тебе просто нравится гулять, наслаждаться городом, и чувствовать вот эти большие просторы, эту историю 800-летнюю, и именно поэтому Нижний – это 100% настоящая Россия, потому что, приехав сюда, ты увидишь все многообразие истории нашей страны, которые, прежде всего, с моей точки зрения, конечно же, отражаются в архитектуре, по которой мы сегодня очень много гуляли. Сормово. Сормово, я всегда говорю уфимским ребятам, что это как Черниковка, то есть ехать примерно столько же от центра сюда. Чем у нас славится Сормово? Сормово – это, конечно же, красная Сормово, завод, до которого мы еще дойдем, и события интересные здесь происходили на протяжении всего времени. При этом Сормово еще первое упоминание в 16 веке было. Сормово был такой, значит, владелец здешних земель, затем он ходил в Балахнинский уезд и только в 20 веке присоединился к Нижнему Новгороду, что, в принципе, тоже есть параллели с Черниковкой, которая была отдельным городом. Мы находимся на баррикад. 1905 год. Рабочие Красного, Сормово возмутились условиями труда и выступили, как и многие, кстати, в России, в Москве тоже были восстания, в декабре 1905 года. Линия баррикад, ну, то есть не случайно здесь эта табличка, линия баррикад, она проходила прямо вот здесь. Завод у нас там. Пойдем? Да. Театр, как известно, начинается с вешалки, а Сормовский завод с музея. Ну, собственно говоря, для нас он музеем и закончится, потому что предприятие режимное, закрытое, никто нас туда не пустит. Ну, я думаю, обо всем можно узнать в музее. И вот только посмотрите, какое потрясающее название. Музей-институт преодоления исторической слепоты. Ну, пойдем немного прозреем. Музею 55 лет скоро исполнится, а заводу нашему 173 года. Это старейшее предприятие в Нижнем Новгороде и одно из самых старых в Нижегородской области. Завод наш, вот если о нем говорить, самое главное, нужно два слова запомнить. Это завод «Пионер» и завод «Универсал». Что мы только не строили. Легче, наверное, сказать, чего мы не делали. Мы делали и суда самых разных типов, и подводные лодки строили, то есть и надводные, и подводные суда. Кроме этого, мы делали все для железных дорог, и рельсы, и паровозы, и вагоны. А в военное время снаряды, танки. Любопытно, что у нас в России сегодня есть суда разных типов. Теплоходы, дизель-электроходы, атомоходы. А пароход остался один разъединственный. Он построен 111 лет назад на заводе «Красная Сормова». И сегодня ходит до сих пор по Северной Двине. Наши постоянные зрители, наверное, уже обратили внимание, что когда я оказываюсь в каких-то музеях, стараюсь найти там какие-то уникальные, интересные и непонятные экспонаты. И вот один из таких экспонатов сейчас передо мной. Ну, как всегда, поиграем немножечко в угадайку, в что, где, когда. Я думаю, у вас получится определить, что это такое. Пишите в комментарии. И первый наш зритель, который либо в группу ВКонтакте, либо в Ютуб, отправит сообщение с ответом на вопрос, что это за прибор, или станок, или приспособление. Не знаю, как правильно сказать. Ну, тут получится, скажем, небольшой, но, надеюсь, приятный приспособ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Мы снимаем башню. Вашу башню снимаем. Ваши помидоры. Как ни странно, эта конструкция является гиперболоидной башней Шухова, одна из сохранившихся. Самая большая находится тоже неподалеку от Нижнего Новгорода, возле Держинска на океана, намного выше, чем эта башня. Это служило в качестве смотровой вышки для пожарных, для того, чтобы, понятно, что в то время не было больших зданий в этом районе, и для того, чтобы следить за деревянными домами в этом районе. Это Копосово называется. То есть в свое время это тоже была деревушка. Название сохранилось, но как микрорайон считается. Вот. И удивительно, что она сохранилась именно в том виде, в каком ее задумал Шухов. К наследию Шухова в Нижнем Новгороде очень внимательно относятся, и пока рассматривают вариант, что делать именно с этой конструкцией, переносить ее, оставлять на этом месте. Пока этот вопрос остается открытым, но, как мы видим, она в хорошем состоянии. То есть... Покрасить будет как новая. Да. Дмитрий Бинардаки успел наследить и в Башкирии, если так можно сказать. В 1843 году он выиграл в карты у внука Екатерины II крестьян. Вот такие были в то время развлечения. Затем этих крестьян Тульской губернии перевезли в Белебеевский уезд. И были сформированы несколько деревень. Современный это, получается, Белебеевский район, Туймазинский район. И были образованы деревни Елизаветина, Малоалександровка, Дмитриевка и прочее. Самое интересное, что мой папа, он как раз-таки родом из Малоалександровки. Так что есть вероятность, что во мне где-то течет тульская кровь, а может быть это не так, но смысл в том, что этих рабочих перевезли для того, чтобы они работали на заводах в Усене-Ивановске, где у него тоже были предприятия. И разбросанные вообще его предприятия были по всей стране. А в Нижнем он как раз-таки стал основателем завода Красная Сормова. Ну и, соответственно, этого района вообще, в принципе. Мы находимся в знаменитой Сормовской пирожковой, которая располагается на этом месте уже более 60 лет. То есть она как работала в советское время, открылась, так она до сих пор работает. Ну, я думаю, здесь не так, немного изменилось, но пирожки здесь просто потрясающие. Я тебе предлагаю попробовать соленым огурцом пирожок и сказать, что ты думаешь о местной кухне. Так, это вот эти треугольные готовы, да? Это эти треугольные, да. Давай попробуем. Тесто потрясающе. Просто если приезжать в Сормово, нужно обязательно успевать купить пирожки, потому что их разбирают очень быстро. То есть если ты придешь сюда вечером, ты останешься голодным. Даже после обеда уже ты будешь голодный, потому что ты не успеешь их купить. Это потрясающее блюдо. Никогда в жизни не пробовал пирожок исключительно с одним только соленым огурцом. Я смотрю вообще, это вот Сормово, потому что здесь Сормовская дистиллерия находится. Здесь как-то все под закуску заточено. Алина, а почему, я так понимаю, это какая-то пародия на сцену из жмурок, но почему-то с головами из ЧПТЛ. Слушай, ну я очень люблю Нижний Новгород как раз-таки за то, что можно зайти в какой-нибудь дворик и внезапно наткнуться на какую-то работу. Причем это будет не просто рисунок, а именно со смыслом. То есть здесь художник обыгрывает образы 90-х для нас как раз-таки, для многих. Он связан с мультиком ЧПД и как раз-таки связан еще с фильмом, который мы сегодня не раз упоминали, это жмурки. То есть тело художник изобразил как раз-таки двух главных героев. И эта работа, она здесь находится не случайно, на Большой Печорской улице, а именно здесь происходили съемки одной из сцен. Правда, дом, конечно, уже изменился. И в целом это радостно, что выглядит он сейчас иначе. Ну не вот этот фасад после реставрации, а фасад именно этого дома, он был где-то тоже в конце. Да, 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 да. То есть при этом мы можем вот так вот встать с тобой. Как они стояли там. Ну мы вот так стояли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что надо? Это как раз-таки еще одна из локаций узнаваемых фильма «Жмурки». Два главных героя встретились с персонажем Кабан. Ну ты помнишь, наверное, да? В самом конце они встречают этого Кабана, который там что-то... Поднялся. Депутатом Кабана стал. Да, и они как раз-таки обсуждают, как было в 90-е годы. Сережа, привет! Здорово, Кабан! А я смотрю, ты или не ты? Да. А что говорили, что ты в центр перебрался? Да, вот, обосновался. С тех пор, понятно, что поменялась вывеска, как и по всей стране. Но в целом дом узнаваемый. И рядышком у нас находится площадь Горького с памятником Горькому. Горький, горький, горький. И вот у меня как раз-таки в связи с 90-ми и Горьким есть стихотворение. Как раз-таки осенняя погода, настроение. И я почитаю тебе. Ну, давай. Горько мне в горьком. Выплевываю кофе в пластиковый стакан, Купленный в киоске. Три в одном, боже, сохрани рассудок, Чтобы жижа эта не прожгла желудок. Употе от горечи, разрывая десна, В сумерках ноября исчезают звезды. Утирая сопли, громко Таня плачет, Мяч ее по Волге укатился в Каспий. А бычок в спортивках по ветру качается, Горько матерится и системой борется. Выросли детишки, поезд быстро мчится, Но никто не спрашивал, хочешь ли родиться. В переходе на московском снуют бродяги, Под гармошку пляшут, тянут к солнцу руки. Пьяные работяги горько пьют водку, Не доедут к маме и к жене в койку. В переходе лобают, космы дерут гитаре, Старичок гнусава слезы из себя давит. На Волге широкой, на стрелке одинокой, Местные подхватят горькие строки. Под мостом бредут железные кони, Выдыхают дым из себя горький. Голые деревья, сжатые губы, Тихие бараки, громкие пивнухи. В сумерках ноября исчезают люди, Застывает время в городе, на Волге. Одно из моих любимых мест в Нижнем Новгороде Это квартал церкви Трех святителей. Она находится вот прям под рукой, По названию которой как раз таки назван этот квартал. Он интересен тем, что здесь сохранилась застройка Именно 19 века, и мы можем сказать, Как вообще выглядел Нижний Новгород того времени, Как строилось. И мы плавненько дошли до балкона, С которого пел Федор Шаляпин. Как мы знаем, в Уфе тоже есть балкон, С которого любил распеваться великий бас. И летом проводятся здесь фестивали, Как раз таки, когда оперные певцы Выходят на этот балкон, Здесь собирается публика, И они, как и Шаляпин, поют. И в этом же доме жил Горький? В этом же доме жил Горький, А в соседнем жил Короленко, Который был журналистом в то время. Как это богемный квартал? Да, то есть Горький здесь снимал как раз таки квартиру, И у него собирались, То есть здесь был и Чехов, И Бунин, если я не ошибаюсь, и Толстой. То есть все приезжали в гости к Горькому. Знаешь что, я же тоже Нижегородец. Каким образом? Ну, я в Уфе живу, в микрорайоне, Который называется Нижегородка. А я теперь Нижегородка. Многие же думают, что он так называется, Потому что он находится и ниже города. Да, я тоже так думала. Но на самом деле он называется так, Потому что в свое время туда переселили крестьян, Как раз из Нижегородской губернии. То есть ты тоже Нижегородец? Я тоже Нижегородец. Более того, даже мой путь на телевидение, Можно сказать, частично начался из Нижнего Новгорода. Это было очень давно, лет, наверное, уже почти 20, 19 лет назад. Да, 19 лет назад я совершенно каким-то случайным образом Попал в Уфе, в телевизионную школу, Которую вели специалисты из Нижнего Новгорода. Квартал Церкви Трех Святителей – это место замечательное, Потрясающее. Мы его называем заповедный квартал, Именно потому, что в нем сохранилось Огромное количество исторических зданий. Ну, этим вроде не удивишь, Но на самом деле приятно, когда эти здания формируют атмосферу. Атмосферу улицы, атмосферу квартала, атмосферу двора. И вот в этом смысле то, что мы здесь пытаемся воссоздать, Это именно атмосфера того, как жили люди здесь В конце 19-го, начале 20-го века. Церковь, около которой мы сейчас стоим, Строилась в очень популярном, Господствующем тогда русско-византийском стиле. А потом этот стиль сильно проредили большевики. Они совещались с искусствоведами, И те им говорили, что, ну, этого много, Это можно не беречь, и этого можно не сохранять. В итоге таких храмов осталось не так много. И та церковь, которая находится рядом со мной, Церковь трех святителей, Это как раз-таки пример того, Что, будучи типовым когда-то, Стало теперь уникальным. То же самое можно сказать и про наш квартал. У старых домов, конечно, своя атмосфера, Свой запах, непередаваемые просто ощущения, Когда ты окунаешься в историю, И как будто бы переносишься на несколько веков назад. И квартал церкви трех святителей Это моё одно из любимейших мест в Нижнем Новгороде. И как раз-таки это яркий пример того, Как старые дома могут вписываться в современную жизнь, Наполняться новыми смыслами. И когда ты приходишь сюда, Ты понимаешь, что, ну, как бы, вот оно, Вот она связь времени. Потому что человек, когда у него нет истории, Как бы, ну, какой, О каком развитии можно говорить, Если мы не знаем прошлого. Оказываясь, в любом городе, где есть метро, Я всегда обязательно предпочитаю на нём прокатиться. Даже если нет для этого какого-то повода, Просто посмотреть, как устроено метро. Ну, а сегодня у нас повод есть. Вот наша прекрасная прогулка, к сожалению, Подходит к концу. Надо проводить Алину. Ну, давай пойдём посмотрим, Как устроено Нижегородское метро. Ну, вот на этой лирической, поэтической, я бы даже сказал, ноте. Алина, прощайте. Спасибо тебе огромное. Это было прекрасное два дня. Передавайте привет башкирской библии. Обязательно. Спасибо тебе огромное. Было просто супер. Давай. Всё, я уезжаю. Давай, всего доброго. Приезжай в гости. Ну, вот, друзья, закончилось наше путешествие по Нижнему Новгороду. Мы двигаемся дальше в сторону Золотого кольца. Вам традиционно желаю как можно больше путешествовать, Как можно меньше сидеть дома, Ведь самое интересное всегда ждёт нас за порогом. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова